КОНЕЦ ПЕСНЯ 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 You are not on as rigid a schedule as you were at the hospital, but you must do as the nurse tells you. I hope this time you got a nurse who knows how to mix a good... martini. You behave yourself, young lady, and just relax. In the meantime, I will see you tomorrow. I'll be looking for you. I'll see the doctor out. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Ну, я понимаю, но почему я не могу видеть мои друзья, что я не могу? Я в больнице, или у меня есть заболевание, или что-то? Ну, если вы, это очень хорошо. У-у-у, опять же. Hello? Нет, Алек, ты не можешь. Нет, нет партнеров. Нет, даже не за минуту. Пока-пока. Маша, как ты так смеешься? Hello? Нет, она не может прийти на телефон сейчас. Давайте прийти на телефон. Когда и где вы идете на отдых? Ну, как мы идем, мы должны идти сразу. Это решение когда. Теперь мы должны решить что-то решение. Нет, но я расскажу. О, спасибо. Спасибо. Да, я помню. Пока-пока. Это подарок от Билл. Кто это, Марша? Харри Роббинс. Харри Роббинс? Я думал, что он был в Калифорнии. Ну, он был, но он вернулся. Он не видит солнце. Калифорния. Солнце. Ну, как о Калифорнии? Ну, это хорошо. Я не видел, как Калифорния. Я не видел, как Калифорния. Я не видел. Очень хорошо. И ты знаешь, у меня есть парень в Лос-Англесе. Доктор Петер Кирк. Он студент у меня. Вы найдете его. Да. Да. Я не видел, что вы пришли. Так что он будет смотреть на меня? Да. Да. Кстати, не забывайте ваши друзья. У вас есть парень. У вас есть парень. Ну, вот. Это Калифорния, да? Как вы понимаете? Ну, в самом деле, когда условия появится, это очень стимулирует. Я сейчас в больнице. И помните, что слово. Релаксация. Ты снова выступил доктор. Хорошо, хорошо. Я помню, что я покажу вам, что я покажу вам. Ум, где-то в Либриде Хунинг. Да. Да. И Либрид Тарпит. Да. Красивый город, Либрид Тарпит. И, конечно же, Грифт Парк. Ну, как в России? Ну, как в России? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Мисс Банкрофт. Я знаю, я знаю. Я должен быть виноват. Мисс Банкрофт, вы должны быть в лучшем состоянии и выйти вперед. Ну, давайте посмотрим, что в городе, после встречи. Мы можем отдать вечером, а затем вечером, но нет ночи. Все хорошо. Все хорошо. Я увидел в двух вечерах, в 10.30. Спасибо за просмотр. Вы очень приятно. И, о чем я забыл, вы можете всегда мне прийти в двух номерах. Спасибо, доктор. Пока. Пока. Поехали. Вы знаете, что, я много лет. Я надеюсь, я собираюсь лежать. Доброе дело. Нет, пока не сон. Поехали. Весь в прохлад, закryся в гостях. Я не уверен, что я должна оставаться. Многие, если мне нужны. Пой, сделай мне это, да? Давайте сделаем вам так, да? Да. Продолжение следует... 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 Почему? Она вернусь? Притси, он просит тебя. Сегодня? Он не позволит меня. 내일. Вот ты, дарлень. Я просил тебя. Сидите, Дон. Доброе утро. Это невероятно. Доброе утро. Я не могу. Сидите, господин. Доброе утро. Веда, кастрюль. Моя мангрия. Моя мангрия. Моя мангрия. Моя мангрия. Я не могу. Я Марши Джордан. Как ты знал, я с Мангрия? Моя мангрия. Моя мангрия. О, у меня есть Мангрия. Продолжение. Не могу. Моя мангрия. Ты не можешь стать мангрией. Моя мангрия. Возможно. Я понял, что ты не был. Я известна для того, чтобы революция. Я куплю свою машину. Спасибо. Кто-то придет. А то, почему бы не дать мне? Я не могу. Я не могу. Немного днем. 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 Вони considers squาก. Я вернусь в ночное время. Рик! Just a minute. Что происходит? У меня нет. Ребята, сколько у вас? Я спорю с Сан-Савадор, мне кажется, что это было свободным. Он не может помочь мне, а его телефон ушел. А что делать? Я не знаю. Все осталось у вас будет несколько долларов. Как вы говорите, не знаю ли я не могу понять, что у вас такое. Мне кажется, что я не смогу оставить Дону? Но сейчас мы должны ждать что-то. Но я буду работать. you already said something, I think there's a way. didn't I see her angle with you last night? having a drink with you? not that one, friends the Bancroft man's. oh, so that's it. I had an idea you were playing him to that dame. you two-timing no good, and on top of it you don't even try to hide it, carrying on in an affair with another woman right under my nose. well you're not gonna do it. И я думаю, что вы очень хуже. И я готова оставить моего мужа. Для чего? Для того, как ты? Знаешь, ты очень красивый, когда ты женишься. Но видишься. Если женщина, то мне кажется. Если ты не знаешь, то ты никогда не знаешь. Просто подумай. Вот такой момент. И я не знаю, когда открыть дверь. Думаешь, это будет более эффективно для меня учиться в этой речке, чтобы получить несколько миллионов. Так что ты и я сможешь делать то, как мы планировали. Все это будет зависеть от времени. И немного денег. Она должна быть ужасной. Почему? Нужно быть ужасной. Она должна быть ужасной. И по-английски. Она должна быть ужасной. Что-то в этом случае. И вот, что-то. Это моя. Продолжение следует... Рикардо Девиа, который мы встретили в лобби. Он просто не уйдет. До свидания. Что значит? После проведения с Доктор Кирк? Не так, но... Вы думаете, что он милый, дешевый и... ...посистентный? Ну, конечно, он милый. Знаешь, Марша, я бы уйдет два глаза, если бы я видела его. Вы бы. У вас есть пилы? 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 Я не хочу брать бутылки. Я расскажу, доктор. Доктор Кирк, возьмите стеклянку и что у вас есть? Здравствуйте? Вы не можете? Ну, конечно, мы понимаем. О, это будет хорошо. Мы ждем в комнате. Пока. Петер, я имею в виду, Доктор Кирк... ...смех. Он не может встретить нас. Он будет готовить нас в день. Да. Это невероятно, что эти люди... ...смех сделаны и... ...смех сделаны. Доктор Кирк... Продолжение следует... 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 Я не мог бы оставить ее. Однажды не важно. У меня нет права. У меня нет права. Единственное, что она такая молодая, девушка в новом окружении. И эта Виатхо очень красивая. У нас еще время. Доброе утро. Доброе утро. Наверняка. Очень скоро. Я спрятался. Погнал что-то. Доброе утро. Доброе утро. В отличие отчетки. Все, кто-то подчетки... А мы все плачем. Доброе утро. Я думаю, что доктор. Доброе утро. Доброе утро, доктор. Доброе утро. Здравствуйте, мистер Девиле. 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 Хорошо, мистер Банкрофт. Вы уйдете. Я надеюсь, что вы не будете делать так много времени. И, в моем мнении, мистер Девиле вы не можете быть очень сильным. Я узнаю. Я пойду на рейсси с вами. Девиле. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Why did you tell Rick he was to blame for my illness? I didn't tell him I don't want people meddling in my affairs Do you consider me just people, Valerie? Are you gonna let a fellow that you you've only just met cause a misunderstanding between us? I want you to know that Rick and I mean a lot to each other Oh Valerie be sensible Can't you see that it's obvious he's only Go ahead He's only after your money You've said enough You've Продолжение следует... 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 КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 $2,000 для вас и $2,000 для меня. Это все. Я надеюсь, вам понравилось. Красиво! И прекрасный вид, не думаете? Все выглядит хорошо. Я хочу показать вам что-то внутри. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Это William. Здорово. Помогите, Джон? Да. Красиво, Марсия. И посмотрите, что мы купили. Они выглядят красиво. У нас есть комната. Но очень комфортно. У вас есть? Хорошо. Поехали. Открылась. Где телефон? Там. Поехали. 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 Это Рикардо Д'Авера. Поехали. 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 Поехали в своем любовь. Поехали. Поехали в ленировку. Здорово мне. Han вас забWE. Ты обstesешь их раньше. . Лnu. Один. Какой Машablo. Вир kissing, Was? Поехали. Поехали? Поехали. Пусть плакиать. Поехали. Пов com 22 лет. Он сегодня�� и решил поймать за тебя. Поехали. pardon me I'm going to the hotel to pick up my car and my mail well darling why don't we get our things in order first Peter's coming over and then you can drop me at the hairdressers at the hotel well don't you two want to see the rest of the house of course thank you and the water was as clear as a bell we just love the beach you know Rick spent practically every minute skin diving and he's good too they must have agreed with you you look wonderful I do feel good thanks to Rick's wonderful care 3 o'clock bell good girl you don't forget either thank you oh Peter I almost forgot we'll be there for our appointment appointment? yes don't you remember in Santa Monica oh excuse us please see you later bye darling aren't we going to leave for the hotel now? oh yes I almost forgot Dad well ordinary bicarbonate of silver I knew it I filled that pill box when I opened it later there were only three capsules left operator get me the police are you sure that capsule didn't get in with the others by mistake? hello uh homicide please John Fulmer he's trying to kill her he John? Peter Kirk uh fine how are you? say uh John I've got a problem up here I wish you could help me out thank you Mary well they're not home yet follow me John? yes John look at there which guy is this? oh that's Valerie she always keeps it nearby here they are this is her prescription but it can't be that's the real thing but the first capsule I took that was a fake you know it Peter you tested it yourself Miss Jordan are you sure? quite sure you got that capsule out of this bottle? well I got it out of the pill box but I filled it from this this bottle where is the pill box? well I guess it's in Rick's pocket he usually carries it when they go out well the point now is to get that pill box we better get out of here they're back I'll introduce you as Dr. Fulmer good Peter must be here I saw a car outside Valerie? hi Peter you're home early isn't it a shame I made the trip in vain the hairdresser didn't show up uh Dr. Fulmer Mr. and Mrs. Avila how do you do? pleased to meet you I do I'll take that all right Peter you're staying for dinner and doctor won't you join us? no thank you I promised the missus that I'd have dinner you said you were going to have dinner with me tonight I'm sorry oh it it must have fallen out well you two make any plans you like but Peter's not getting out of having dinner with me this is the bill thing I'm sure of it well if I hurry I can still take the missus out shopping you're not going obviously you made a mistake but he must have changed the pill somehow we cannot proceed on assumption you're not going to do anything anything at all sorry we have to have something more concrete to go on goodbye miss I'll see you Peter bye John thanks I suppose you think I'm crazy too you should appreciate Fulmer's position Rick is depriving her of the medicine the very thing that's keeping her going won't be reasonable Marsha there's been no crime committed what about the other pill the recarbonate of soda you're just going to wait until the crime is committed is that it? follow that car going up well Marsha I wish I could say this was a surprise well I uh I just stopped by I forgot something an umbrella I was going to our old room to see the maid you usually leave the elevator on the floor below well well this is the fifth floor you were in 607 oh going down going down going down darn it it's been a long time baby you look great you too everything's going our way I hope so Don's been talking about a tour to South America Stalin I saw your wife in the beauty parlor she looked very good to me maybe on the outside I know how sick she is I was thinking suppose the whole thing boomerangs I've heard of people recovering from heart ailments impossible I wish I could believe you this is a ticket baby I can't begin to tell you how much dough this thing's got I better get back I'm about on be careful we can't afford to have anyone suspect us now not the way things are going when am I going to see you? I'll get in touch with you as soon as I can call suppose Rick is having an affair suppose he is after Valerie's money what difference does it make? look how she's improved since she's been married I gave her a checkup yesterday and she's fine Marsha the police know as much about Rick as you do Fulmer told me that Rick was an agent for some distributor south of the border he hasn't a dime and he hasn't a police record well that may be true but I still think something's wrong he's up to no good well if you won't help me and Fulmer won't help me I'm going back to New York you can't do that I can and I will Marsha would be abandoning two people who need you oh Peter what am I going to do don't give up just keep on trying okay so you beat me your turn next time you haven't been playing tennis I have I tried to talk her out of it if he hadn't kept lobbing the ball over my head I'd have beaten him too no excuses you missed all the easy things oh I give up what are you doing? nothing what's wrong darling? nothing nothing at all are you sleeping? well not really why? oh I thought we might drop in at LaRue's but Rick it must be midnight it's just the right time to do a couple of spots I can't sleep don't go any out and get a drink darling you know I won't let you go alone I'm glad we decided to do this Rick it was a wonderful idea you know it's nearly closing time well I refuse to budge you buy me a nightcap waiter waiter two stingers please why was I to slip in the most inaccessible part of the town? atmosphere if you want to buy a Pearson you must go to a Pearson well we've come this far we're not going back without a painting Rick are we almost there? it can't be much better it's a minute oh I'm fine Valerie are you crazy? well I do want them to hang right darling you shouldn't well I promised Rick I'd hang them just the way he wants them but you shouldn't be hopping about like this good morning check up darling good morning Peter Peter the doctor what's going on here? I try to hang one little picture and Marsha starts giving me a bad time be a dear and take her away will you? come on okay certainly it's good news Peter I'm sorry I have to be leaving oh Peter your glasses oh thank you bye hi Rick good morning doctor well I've got some good news for you yeah? I just examined Valerie and her condition now is better than it was when she first came here well I told you I'd take good care of her I suppose the only explanation is that psychologically she's happy and that of course is due to you well thank you but let's not minimize your contribution that's the amazing thing in spite of disobeying all my orders she's what do you mean? oh I know she's been having an occasional drink keeping late hours doing things she shouldn't do yeah? you know very often a person's will to live change of environment I don't know what's happened to Valerie but whatever it is is for her benefit Rick if you'll be firm with her and see that she doesn't cheat too much you'll have a healthy girl on your hands well thanks Peter I'll take good care of her I'm glad you told me about her believe me I'll take good care of her I know you will see you later Rick here's the phone please let's get some soda the doorbell room please hello Fritzie can you talk this is it babe you're leaving down for good now listen to me carefully pack an overnight bag I'll pick you up at the rear entrance of the hotel how soon can you make it? ten minutes? good there's no turning back for either of us when you get to Palm Springs register under your own name at the Three Palms Motel you can't miss it I get it the Three Palms Motel I'll run a car and bring those things with me and I'll meet you halfway here's some money you'd better hurry or you'll miss your train aren't you going to take me to the station? no I can't I have something to do take a cab hello Don hello Don where is she? who are you looking for? Fritzie who do you think? I don't know where she is where is she? you know listen if you know what's good for you'll stay out of here get out! I've heard that one before oh but not the way Marcia tells it I didn't know Marcia had a joke in it oh darling drop that darling business I'm not having dinner at home well what's wrong? perhaps you two would rather die alone I guess I would like to be alone I'm sick and tired of your pussyfooting around and your yakety yakety about what's right and what's wrong around here please Rick why take it out on Marcia she's my friend she's being paid isn't she? what's come over you darling what's troubling you? I'd just like to have the house to myself for a change don't wait up for me and send her away I want her out of here by morning there's Marcia but I have some water now just sit still dear I want her out of here 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Dowie, what is it? Dowie, are you all right? DimaTorzok 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 Я не рада о том, что я делал сегодня. Только я не боролся с Valerie. Да, мы боролся. Моя кровь была закрыта. Я даже не взял маленькие вещи. Я взял Марша. Я кричал и ревел, как маник. Мы никогда не взяли с другими. Valerie взял это тяжело. Марша будет сказать. Она не считала убийства. Я знаю. Валерия была очень счастлива. Я не считаю, что она уничтожила свою жизнь. Конечно, это не смешно. Вы понимаете, Сарчет? Мы будем исследовать каждую часть этого случая. Мистер Д'Виа, где ты сегодня? Я был 100 метров. В Палм-Спринг. Где в Палм-Спринг? В Три Палм-Сотел. И что ты делал? В Три Палм-Сотел. Дарвилл. Полиция не будет верить любую алиби. Теперь, мисс Джордан, relax, пожалуйста. Я пытался сделать это, но Фитси не помогла мне. Она нужна денег. Она пыталась сказать, что я не давала ее. Кто-то видел тебя там? А также мисс Дарвилл, я имею в виду? Я не знаю. Я не знаю. Я плачу, когда я был там. Катя. Я не знаю, что я забыл. Я не знал, что я оставил там. Катя. Мой мусор, когда я ходил от кидая. Кабин 15. Он глупит. И я не знаю, что это было. В то время, когда он женился в Валерий. В то время, или позднее. Он убил ее. Я знаю. Смешно, Марш. Если он провел в Палм-Спринг, то не важно, почему он пошел. Вдохновение, что вы найдете? Да, доктор. Что вы найдете? Что-то интересное, sergeant. В результате от смерти, пульмонарий эмболизм. В результате от болезни. Без болезни? В 10.00. Может, позже, позже, позже. Не знаю, точно. После ее болезни, она остановилась. Петер! Это Тарелл. Вы имеете в виду, что она была убитой? Нет, нет. Вы имеете в виду, что она была убитой. Вдохновение, sergeant. Мы знаем, что это не было убитой. Кто-то убил ее, не знал, что она уже была убитой. Я могу сделать все, что вы говорите. Но что вы можете сделать, если вы выяснили что-то убитой? Может, кто-то будет убитой? Может, кто-то будет отправлен в воду для убитой? Вы не сможете убитой? Вы не сможете убитой. Кто-то увидел это, не может быть убитой. Это я уверен. Это Д'Вия? Да, сэр. Excuse me. Вдохновение. Вы уже здесь, sergeant. Я здесь уже был. Но это было не так. Но это было не так. Это было не так. Что было? Это Рикардо Д'Вия. Он живет здесь, не ли? Да, сейчас он живет. Он сказал, что он был в Палм-Спринге. Мы проверим его, конечно, на самом деле. Он сказал, что он был в Палм-Спринге? Он был в Палм-Спрингеом. Он был в Палм-Спрингеом. Он был в Палм-Спрингеом. Тебе нужно прочитать это? У тебя есть ключ, ты можешь читать. Да, да. Кабин 15, 3 Palms Motel. Это все, Sergeant? Ну, вы не думаете. Твои перечислили. Я думала, что мы решили это. Давайте возьмем, Frank. Это вы оставили в мисс Дарвелл's кабин? Это все. Спасибо. Поехали. Поехали? А где? Которой. Вы предупреждали убийство. Что ты говоришь? Моя жена умерла. Ты знаешь. И я был в Палм Спринге 100 метров. Вы тоже знаете. Правильно, мистер Д'Веер. Это почему мы с тобой путем. Вы предупреждали мисс Дарвелл. Да. Тогда лучше идти. Или вы хотите confessать здесь? Поехали? Поехали? Поехали до Фритзи Дарвелл. Фритзи Дарвелл? Это невозможно. Фритзи не мог бы быть убреждена. Она была убреждена. В Кабин 15, 3 Palms Motel, в Палм Спринге. Поехали. Слушайте. Я не убил ее. Я не была с ней. Я могу объяснить все. Вы уже объяснили. Нет. Это был алиби. Я могу сказать, кто убил Фритзи. Это ее мужа. Она оставила его. Он опасался. Он предупреждал ее. Поехали. Он не мог. Он не мог. Он был в автомобиле. Он умер в больницу. Он умер в больницу. Но если он умер, то я могу... Фомер, вы не будете обманывать меня с убийством. Поехали. 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 Он умер в больницу. Он умер в больницу. Он умер в больницу. КОНЕЦ КОНЕЦ